Сегодняшняя тема у нас калибровка камеры, дополненная реальность и оптический поток. Три таких больших темы достаточно. Мы, в общем-то, с ними сейчас познакомимся. Если будет желание, вы потом, соответственно, сможете глубже копнуть самостоятельно. Значит, план наше всего занятия. Сначала мы повторим то, что у нас было до этого. Потом поговорим по калибровке камеры. Как это можно сделать, какие есть алгоритмы. Поговорим про дополненную реальность. Прям совсем чуть-чуть коснемся. И поговорим про оптический поток. В практической части я вам покажу, как можно сделать алгоритм калибровки. И, в общем-то, мы его сегодня сделаем. Дальше покажу один пример на дополненную реальность. А именно, ну там, в общем, объект разместим на шахматной доске. И посмотрим алгоритм Лукаса Канада. Это относится к оптическому потоку. Ну и немножечко разберем, как он работает. Итак, значит, в предыдущих сериях было. Мы изучали с вами гомографию. Это у нас проектирование. Проективное преобразование одной плоскости в другую. Ну или же, здесь, наверное, более будет понятно. Когда у нас есть изменение размерности, перенос, поворот и так далее, и тому подобное. Все это относится к примерам гомографии. Ну и применять это можно, ну, допустим, в таких ситуациях. Или же у нас есть какая-то картинка. Мы хотим там, в эту картинку, в какое-то определенное место поместить какое-то другое изображение. Ну или более практическая плоскость, это когда у нас есть объект, как-то непонятно как, ориентированный. И мы можем его, соответственно, ориентировать, ну, скажем так, ровно, красиво. Так, чтобы, в общем, можно было уже вот это изображение подавать на вход каких-либо алгоритмов распознавания. Чтобы они лучше сработали. Потом мы поговорили с вами о создании панорам, о том, что у нас есть выделение особых точек, выделение дескрипторов, сопоставление этих особых точек на одном и другом изображении. Ну и так мы можем, в общем-то, найти непосредственно общие точки на изображение. Ну а дальше я сделаю все, что нам будет нужно. Познакомились как раз-таки с алгоритмом RANSAC, Random Sample Consensus, который позволяет решить вот эту задачу, задать соответствие одних ключевых точек другими. Вот, ну, более подробно мы его разобрали. Сейчас просто освежаю вашу память. Вот, ну и сегодня одна из тем, это калибровка камеры. В общем-то, калибровка камеры это задача получения внутренних и внешних параметров камеры по имеющимся фотографиям, которые были сделаны этой же камерой. А также камера позволяет еще убрать дисторсию. Вот, ну и, соответственно, давайте поговорим про то, что такое дисторсия. У нас линза камеры, как правило, неровная, она у нас имеет такую, ну, спирическую форму. Из-за этого у нас по краям начинают появляться такие вот краевые эффекты. И дабы избежать этих влияния, вот этих вот кривых эффектов, нам необходимо учитывать дисторсию. И дальше мы посмотрим, как она может задаваться. И в теории посмотрим, как она задается, как это примерно выглядит на практике. Так, напомню вам про модель камеры. У нас получается модель камеры с одним сквозьим отверстием. И у нас есть наш объект 3D, он получается у нас слева. И когда мы, этот объект 3D, на него смотрит камера, то на выходе у нас получается изображение, которое получается 2D. То есть камера осуществляет переход из 2D, из 3D в 2D. Вот, ну и получается у нас вот эта модель камеры, она для большинства задач более чем применима. Значит, какие у нас есть параметры камеры? Вот, вообще, уравнение камеры, получается, оно задается вот таким. У нас здесь есть х, омега, у, омега, з, омега, единичка. Это у нас объекты в нашем 3D-мире. То есть это координаты какой-либо точки в 3D-мире нашем. Дальше мы умножаем на определенную матрицу ART. Сейчас мы поподробнее с ними разберемся. И получаем вот тут у V1, это у нас вектор, который задает координаты этой же точки, но только в изображении. То есть здесь у нас 3D, здесь у нас 2D. Ну, вот тут вот есть комментарии всего вот этого. ZC, это у нас масштабный коэффициент. И у камеры, получается, есть параметры внутренние и внешние. Внутренние параметры задаются матрицей А, а внешне с матрицей R и T. Сейчас, в общем-то, будем с этим подробнее разбираться. Немного сбегая вперед, R и T, это у нас матрицы поворота и смещения. А с матрицей А, это также еще называется матрица камеры. Ну вот, у нас наша матрица камеры. Значит, вот так она выглядит. Давайте разбираться с тем, что у нас здесь есть. Значит, у нас А, X и, точнее, А, X, А, Y, это у нас получается расстояние. Это, ну, как фокусное расстояние по X, по Y. И оно, соответственно, А, X, А, Y, они, в общем-то, равны друг другу, когда у нас пиксель квадратный, то есть его ширина равняется высоте. Если же они не равны, то тогда у нас получается пиксель не совсем квадратный, а он получается такой несколько прямоугольный. Когда мы будем с вами выполнять кайбровку камеры, мы посмотрим, что А, X, А, Y, они, в общем-то, равны, там за исключением десятых, ну да, в десятых они отличаются. Вот, гамма, это у нас наклон существительной матрицы, и, как правило, он равен нулю. А U0, V0, это у нас координаты оптического центра. Они также, также их необходимо вычислять. Вот, то есть, смотрите, если вообще так посмотреть, мы можем взять, что А, X равняется А, Y, и это, соответственно, один параметр. Гамма равняется нулю, и получается U0, V0, это еще два параметра. И у нас, получается, для того, чтобы найти внутренние параметры камеры, нам достаточно всего трех параметров. Фокусное расстояние, которое вот сюда будет записываться, и координаты оптического центра. И все. И вот эту матрицу А мы знаем. А внешние параметры, вот я уже говорил, R, матрица поворота, она описывает ориентацию нашей камеры. А T, это вектор смещения, определяет, где у нас находится камера. Ну, тут, в общем-то, все достаточно понятно. Ну, теперь давайте разбираться. В общем-то, по сути дела, мы сейчас с вами перепишем вот это вот уравнение, но немножечко по-другому. То есть, смотрите, у нас есть Х большое, это вектор, описывающий координаты точки в трехмерном пространстве. Мы его умножаем на матрицу Е, поворота, повороты и смещения. И дальше это все у нас, получается, это некая функция от дисторции. Дальше мы матрицу и эта матрица камеры умножаем на вот результат вот этого дисторсии. И на выходе мы получаем с вами координаты вот эти точки в 3D, как она будет спроецирована в 2D изображение. И получается, что, в общем-то, для большинства задач нам достаточно найти непосредственно матрицу камеры. И все, этого будет, в принципе, достаточно. Я вам сейчас расскажу, как это сделать, достаточно просто. А когда мы с вами уже посмотрим алгоритм на практике, то тогда мы найдем, в общем-то, и дисторсию, и матрицу R, и T, в общем, все-все-все-все-все матрицы мы с вами сможем найти. Итак, какие же у нас есть алгоритмы калибровки камеры? Есть очень простой метод калибровки, мы сейчас его теоретически рассмотрим. Потом способ вот этого вот хорошего человека, имя которого я произнести не смогу. Этот метод основывается на использовании шахматной доски, то есть мы сейчас возьмем с вами шахматную доску, точнее я ее возьму, и буду вокруг камеры крутить, и мы наснимаем энное количество фотографий. Есть еще способ автокалибровки, это когда мы можем калибровать камеру непосредственно по изображению, вот этого я ни разу не делал, да и, в общем, рассказы там тоже сейчас не буду. Если интересно, вы сможете это дело найти в интернете. Итак, давайте разбираться с этими методами подробнее. Значит, метод простой калибровки. У нас вот есть камера, у нас есть какой-то прямоугольный объект. Это может быть, в общем-то, любой прямоугольный объект, книжка, карта какая-то, там, все что угодно. Главное, чтобы он имел прямоугольную форму. А дальше мы делаем некое предположение. Первое, что мы говорим, что у нас центр камеры находится в центре изображения, то есть вот этот U0 и V0 мы уже нашли с вами, получается. Мы просто берем середину и готово. Вот, ну и пиксели у нас квадратные, и за счет этого у нас получается Fx и Fy, они, в общем-то, приблизительно равны нулю, но тем не менее, мы вот, вот, тут у меня, кстати, два, тут у меня получается Fx это альфа-x, а Fy это альфа-y, ну то есть небольшая такая взамен произошла. Вот. И значит, что мы делаем? Мы, в общем, с помощью линейки измеряем размер нашего объекта. У нас получается вот так. Это у нас dx большое, а вот это расстояние, это у нас dy большое. Расстояние от камеры до предмета это dz. Ну и мы также можем вычислить размер нашего объекта на изображении. Это dx малое, dx малое. Отсюда мы получаем Fx и Fy, которые мы подставляем вот сюда, вот этот гамма равен нулю, это у нас центр изображения, и тадам, готово, мы нашли, в общем-то, параметры камеры. И следующий способ это калибровка с помощью шахматной доски. То есть я сейчас возьму шахматную доску, и, в общем-то, мы начнем эту калибровку. Вот этот метод, он нам, он получается, по сути дела, автоматически, потому что мы сейчас заснимем картинки, потом запустим алгоритм, да и готово. Тогда сейчас запускаем. Visual Studio Code. Итак, в общем-то, для калибровки я написал два скрипта. Так, если что, вот тут есть ссылочка на документацию OpenSev. Вот тут все описано. В общем-то, все, что я говорил до этого. Здесь же приведен код, который я сейчас использую. Вот, сейчас мы с ним, ну как, по верхам разберемся. В общем, я написал два скрипта. Один позволяет сохранить изображение. То есть тут все очень просто. Импортируем CV2, открываем камеру с помощью видеокепчера, функции видеокепчера. Дальше я сохраняю с помощью функции InWrite в определенную папочку, и у меня есть счетчик I, который у меня просто при каждом сохранении он у меня инкрементируется, и все. Так, и тем самым я, в общем-то, сделаю от 15 до 20 фотографий, чтобы быть уверенным, что у меня все сработает. Так, ну что, запускаем наш скрипт. Вот, супер. Значит, ну, я сейчас буду вот так вот прятаться на доску, жать буковку S, и на этом самом будет сохраняться все дело. 15-20 фотографий нужно сделать, и что-то у меня выглядело, чтобы все хорошо сработало. При том, надо создавать различные, различную ориентацию. Вот, ему не нравится. Хорошо, давайте. Я до этого уже просто делал эти фотографии. Может быть, он не хочет их перезаписывать, хотя вряд ли. До этого не было таких проблем. Хорошо. Тогда давайте я сейчас создам просто новую папку. Старую, знаете, лучше я сохраню, потому что, в общем-то, идея вы поняли. Во, вот сейчас все хорошо. Без понятия, что там было. В общем, вот так тут я защищаюсь и делаю различные картинки. И мне нужно 15 штук таких. Вот, дальше у нас, соответственно, алгоритм, он, получается, скажем так, выберет те, которые ему больше всего нравятся. вот, 19, 20. Так, тут будет 21 фотография. Так, супер. Вот, значит, смотрите, есть у меня папочка, в ней вот 21 картинка, различные, это шахты на доске в различных положениях. Вот, и дальше мы, соответственно, с вами открываем другой скрипт. И сейчас мы по нему быстренько приближимся. Чуть-чуть я его увеличу. Вот, первое у нас тут вот, есть критерии, которые мы будем учитывать. Это вот, вот это, в общем-то, константы и вот это, в общем-то, константы. Две константы и того, и они, в общем, даются сумме 3. Дальше у нас вот это у нас получается вот эти две переменные задают положение, ну, как бы, некий начальный массив вот этих вот угловых точек, которые у нас и будут находиться в нашем алгоритме. Следующее у нас есть Object Points, это точки 3D объекта и Image Points, это, соответственно, 2D координата этого же пикселя. Вот, получается, что вот дальше мы с вами вот эти вот две переменные Object Points и Image Points будем наполнять различными точками. А после отправим на алгоритм, который нам решит задачу калибровки. следующее у нас есть получается библиотека Glob, в которой есть метод Glob. Что он делает? Он создает нам список, который состоит из CV2, Calibration, Image, тут цифра какая-то, точка JPEG. и он берет случайным образом, то есть тут сначала может быть 4, потом 10, потом 0, ну и так далее. То есть, какие-то случайным образом у нас здесь будут, мы переберем все изображения, которые у нас там есть. А дальше получается я вот это вот изображение загоняю на функцию imread и считываю изображение. Перевод в оттенки серого, стандартная вещь. И вот дальше новая функция find, Chaseboard Connors. Она как раз таки находит вот эти вот узлы, вот эти вот угловые точки. Передом смотрите, у меня шахматная доска 8 на 8, но вот этих угловых точек у меня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь штучек всего. Соответственно, здесь у меня 7 на 7. Ну и то же самое можно сказать вот здесь, когда я говорил вам, вот тут у нас тут тоже 7 на 7. это вот отсюда идет. Вот, ну и дальше у нас возвращает два параметра red, это нашли, нашел он эти точки не нашел, а Connors это соответственно координаты этих точек. Ну и получается, если он нашел, то тогда мы заходим в этот цикл, а если нет, то мы, ну получается, итерируемся дальше на следующую картинку. Поэтому, в общем-то, нам нужен запас картинок, для того, чтобы он какие-то может отбраковать, на каких-то он может не найти. Вот. Ну вот, я как и говорил, мы заполняем массив object points и image points. Вот эти вот мы добавляем туда объекты. вот здесь есть функция corner subpix. Она доуточняет координаты точек. Она доуточняет координаты вот этих вот угловых точек. Ну и получается, нам выдает новый массив. а дальше мы их с помощью функции draw chessboard corners мы их рисуем. Рисуем и ждем. Потом это все дело отображаем и ждем 500 секунд. Получается, когда я сейчас запущу алгоритм, у нас вот этот вот в общем, сейчас вы все увидите, но каждая картинка будет задерживаться на 500 миллисекунд, чтобы мы могли там рассмотреть, что и как. Вот. Ну и сама калибровка происходит вот в этой функции calibrate camera, куда мы передаем object points, image points и другие параметры. И на выходе мы получаем матрицу камеры, коэффициент дисторции, матрицу поворота, матрицу смещения. Ну и выводим это дело. Так, вот до этого мы пока с вами не нашли. Это я пока закомментирую. Также, после того, как я получил вот эти параметры, я вот здесь могу их сохранить с помощью функции numpy save. У меня появится переменная, которая будет расположена по этому пути и будет иметь название кам red, который я перемещу, запишу значение red, ну и так далее со всеми остальным. В общем, хорошо, выпускаем калибровку камеры. Вот, видите, изображение, вот это вот, это он ищет вот эти вот ключевые точки. вот, ну все, видать, нашел. Давайте посмотрим, что он нам вывел. Вот, то есть, вот, коэффициент red, я не помню, за что он отвечает. Дальше, матрица камеры. Она, конечно, не очень удачно выведелась, но смотрите, у нас получается 544.7 это у нас альфа-x. Есть 544.7 тоже. они, видите, очень-очень-очень близки. Это альфа-x и альфа-y. Дальше 0 коэффициент и вот здесь это у нас получается центр, это оптический центр. Ну и следующий параметр 0,0,1. То есть, вот как мы с вами задавали матрицу нашу, мы ее в общем-то с вами и нашли. Следующее это у нас дисторция и какие коэффициенты. Ну, здесь у нас получается 1,2,3,4,5 коэффициентов, которые нам ее задают. И дальше у нас матрица поворота R-Vec и матрица смещения. То есть, достаточно просто мы можем с вами автолибровать нашу камеру таким вот простым способом. конечно, многим математики и таталь и тому подобное, которые мы по верхам прошлись. так, искала вряд ли, я не знаю, я не пробовал искала бы это все делать запускать. А, вообще, да, тут вопрос такой, как физически подключить какое-либо устройство к коллабу. Вот я этот вопрос не изучал. Может быть, это можно? Может быть, нет. Не знаю. через глупо хвост можно. Ну, вот, значит, лично. Ну, просто я такое не делал. Если есть решение, то вы можете найти наверняка. да, с Владимиром я согласен тут. Ну, тут нам не то, чтобы калибровка как бы в реальном времени. Мы один раз откалибровали, сохранили эти результаты. Более того, те изображения, которые я снял, они, скажем так, сделают калибровку непосредственно для моей камеры. И у вас какая-то другая камера. И у вас другие коэффициенты будут. Как-то они да и будут ошибаться. Отличаться, точнее. Смотрите, у нас, получается, есть два скрипта. Это вот к вопросу вот к этому. Как связать камера и код? У нас есть... Я сделал один скрипт, который сделал просто фотографии. Они у меня лежат в папочке. Вот в этой вот. Вот у меня их там 21 штучка. Я их сделал. Следующий у меня скрипт, он просто берет, который делает калибровку, он берет какое-то изображение, допустим, вот это, и пытается на нем найти вот эти вот углы. Если он находит, то хорошо, он, соответственно, делает соответствие пикселей в реальном, ну, как в 3D мире и пикселей координат пикселя. У нас получается вот такая вот одна пара, по которой мы в дальнейшем уже выполняем калибровку. Да, получается, что да, мы делаем фотографии, отдельно записываем их в папку и потом уже анализируем их. Вот, насчет функции, которая схватывает камеру, да. вот, вот эта функция, она подключается к видео, к камере моей. Эта же функция вот тут на вход можно подать путь к какому-либо видеофайлу и тогда он откроет этот видеофайл. А так, получается, OpenCV у нас имеет уже работу с большинством, наверное, видеоформатов фотографий с подключением, к своей можности с подключением к камерам и так далее и тому подобное. То есть, это уже за нас решено. Наверное, уточняющий вопрос. Вы хотите записать видео, как вы движете этим объектом, а потом сделать калибровку по видео? Просто я боюсь, что там будет качество фотографий не такое хорошее. И, возможно, там совсем ничего не сработает. Возможно, вот именно вот этот подход лучше с фотографиями скорее всего работает. А по видео там есть третий способ, который мы с вами не рассматривали. Это автокалибровка. Я думаю, что там как раз-таки можно сделать подобное. Но, опять-таки, не знаю. Вообще, лучше сделать непосредственно фотографии вот такие статичные, потому что качество на них лучше. Он будет лучше так обрабатывать, чем если у нас будет просто видеопоток. Он из 20 фотографий он вывел вот это вот столько раз он зашел в наш цикл. Видите, да? То есть 3, 4, 5, 6, 7 раз он зашел в цикл из 21 фотографии. То есть он получается 14 штук вообще забраковал. А видео, мне кажется, будет еще хуже. Это первый момент. Второй момент это очень сильно зависит от освещенности. У нас сейчас будет следующий пример на дополненную реальность, где мы вот на это изображение будем добавлять какой-то объект. И там проблема будет в освещении. То есть вот сейчас это будет достаточно проблематично сделать. У меня даже, когда я сегодня вечером запустил этот скрипт, он даже не сразу сработал. Потому что плохое освещение достаточно. У меня сейчас лучше это делать при дневном свете. Потому что дневной свет он как-то более такой более освещающий, более везде проникающий, чем вот при искусственном освещении. Можно дальше, конечно, эксперимент провести, сделать одну и ту же калибровку при свете, при дневном свете и при такого искусственного освещения и посмотреть, какого будет результат. В принципе, интересная вещь. Кому интересно, можете это посмотреть. Ну, может быть, даже у меня до этого нет. Эти фотографии я делаю в личную. у меня есть так вот, видите, если я нажимаю буковку S, то тогда я сохраняю фотографию. И так, я делаю 20 фото. При том, когда я сохраняю, я, соответственно, держу доску вот эту более-менее неподвижно. чтобы у меня получилось максимально хорошее качество, скажем так, максимально возможно, чтобы вообще не было таких размытостей, как бывает в случае видео. Так, вот это как раз относится к калибровке. Вот мы сделали 15-20 фотографий с вами и запустили алгоритм. Вот, теперь немножко поговорим про дополненную реальность. Это достаточно интересная тема. В общем, началась она в 1990 году. Один из разработчиков компании Boeing Tom Coddle он получается начал развивать и как раз таки в этом году уже в компании Boeing сборщики использовали дополненную реальность. Это получается у нас у них точнее они с собой носили портативный компьютер на котором хранили чертежи и у них был шлем на котором было стекло куда проецировалось вот эти вот чертежи. Вообще исследователи вот в общем вот так это все у нас получается началось. Ну а дальше в 97-ом уже году исследователь Рональд Азума определил DR дополненную реальность как систему которая у нас вмещает реальное и виртуальное взаимодействует в реальном времени и работает в 3D. То есть еще есть понятие еще и виртуальная реальность это когда у нас получается все изображение вся картинка она полностью рисуется. А в дополненной реальности у нас на реальный мир докладываются какие-то метки цели указания пояснений и прочее. примеров использования вы наверняка много знаете это и робототехника и военное дело и развлечений и вот сборка пожалуйста вам компании Боем то есть огромная область применения вот ну и в качестве практического примера тоже это пример из документации мы сейчас возьмем в эту доску и разместим на нее вот получается ось ну как начал координат так у нас здесь есть в общем-то две функции одна функция это рисование вот этих осей просто получается три линии разного цвета и вторая функция она рисует куб в общем-то мы сейчас пример скум то и посмотрим с вами здесь ничего такого интересного особо нет мы просто вместо там трех линий рисуем намного больше линий и все самое интересное у нас получается функция мэйн мэйн здесь у нас в общем-то вот у нас начало такое же как и калибровки дальше если у нас оси дальше язву оси ну и соответственно для это получается там куда мы будем привязывать наш куб вот тут я загружаю параметры параметры камеры параметры дисторции тут я вывожу опять я сейчас буду подключаться к камере ну и здесь дальше я использую конструкцию try accept во-первых я печатаю что у меня пошло не так и главное что я делаю это вот освобождаю камеру свою когда я с помощью кам релиз это позволяет мне освободить камеру если что-то у меня пойдет не так то есть вот эта конструкция fine или она всегда выполняется это кстати небольшая справка по питону так продолжаем выбираться значит бесконечный цикл считываю камеру изображение с камерой потом я показываю это изображение перевожу оттенки серого ну а дальше у нас есть функции find chessboard corners это мы с ней уже познакомились она находит углы вот эти вот вот эти вот углы она находит нам и дальше по сути дела я дальше я рисую уже определяю где нужно рисовать и рисую рисую либо куб либо изображение либо оси ну в общем то все давайте посмотрим как это работает если кстати он не может найти то он будет писать false то есть сейчас мы на самом деле очень много false увидим по крайней мере полчаса назад так было посмотрим как сейчас так вот значит доска и там наверняка пишет видите false false то есть он сейчас не может нормально нарисовать и это более чем связано непосредственно с освещением то есть в предельном свете это работает намного лучше вот видите вот сработало вот он соответственно мне нарисовал кубик вот вообще по хорошей идее он соответственно должен так плюс-минус в реальном времени куб рисовать вот в этом квадранте ну и получается в каком-то вот из этих углов где он может описать он должен нарисовать куб или же осень вот он опять смог нарисовать вот ну такая достаточно интересная с одной стороны вот опять то есть он в основном сейчас он срабатывает неправильно то есть он снова дает мне ошибку вернуть вот кстати ориентация камер тоже играет роль он чуть-чуть лучше стал работать когда камеру соответственно опорнул под 90 градусов он сейчас можно сказать почти в реальном времени работать для того что было так в общем идея вам понятно дальше соответственно вместо кубика можем помещать какие-то другие объекты значит и тогда у нас осталась последняя темка это анализ видеопотока и что вообще можем с этим делать значит у нас есть что мы можем делать это у нас есть возможность удалить фон посмотреть оптический поток отслеживать объекты вот давайте с этим разбираться первое у нас что получается удаление фона мы получается выделяем фон и путем получается вычитание фона из нашей картинки мы получаем те точки те пиксели которые у нас движутся вот соответственно возникает вопрос как же это сделать смотрите как мы это делаем как вообще делается алгоритм у нас получается что мы берем разницу двух изображений это вот я сейчас объясняю как фон найти в разницу двух изображений и мы смотрим какие пиксели у нас изменились и те пиксели которые изменились это соответственно подвижный пиксель который там относится к какому либо объекту это не фон а тот пиксель который не изменился это скорее всего фон и мы соответственно его можем удалить ну и здесь давайте пройдем по ссылке я не буду запускать пример можете дома сами запустить его у нас в общем-то здесь есть изображение а точнее видео в котором вот люди ходят туда-сюда и на выходе мы получаем вот такую вот картинку то есть мы выделяем вот этих вот людей таким образом и у нас тут есть два метода мог 2 и кнн ну тут уже соответственно без алгоритмов машинного обучения особенно вот это у нас не обходится то есть мы тут медленно наверное приближаемся к этому вот ну и следующее это сам оптический поток в общем-то оптический поток это перемещение объектов на изображении когда у нас либо объекты двигаются либо камера двигается либо сцена в общем суть в том что мы можем если у нас предположим неподвижная камера определить что в ней движется и отслеживать эти точки вот и для того чтобы решить эту задачу у нас есть три допущения первое допущение это у нас получается те пиксели которые у нас двигаются у них постоянная яркость она не меняется вот регулярность времени и соответственно у нас получается совершают небольшие малые перемещения и пространственная согласованность это когда у нас пиксели одной которая относится к одной зоне они двигаются одинаково и вот базируясь на этих допущениях мы можем в общем-то с хорошей точностью найти вот те области которые двигаются давайте посмотрим как это делается прежде всего мы с вами напишем в общем-то уравнение оптического потока у нас получается как оно выводится у нас есть и это у нас яркость пикселя координата которого x-y в момент времени t и у нас есть этот же пиксель который сдвинулся на некое дельта x дельта y ну и соответственно это смещение произошло на какой-то дельта t ну вот это дельта x дельта y они тоже маленькие вот получается его яркость описывается ну равняется вот такому-то уравнению и мы знаем первое допущение что у нас яркость пикселей равны соответственно мы можем смело приравнять яркость этого же пикселя до ну как момент времени t и момент времени t плюс дельта t а дальше 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 вступая силу математика мы вот это уравнение интегрируем да мы интегрируем это уравнение и получаем вот такое вот уравнение которое выделено в красной рамочке это краски является уравнением оптического потока где у нас у это вектор перемещения а и t это производная по времени вот это дельта и транспонировано это у нас градиенты наши и x и y вот эти которые мы с вами до этого рассматривали когда разбирали углы Харрисон точнее дтг Харрисон вот и смотрите что у нас тут есть интересно у нас если мы вообще будем искать оптический поток для всего изображения то тогда это уравнение не будет иметь решение потому что по сути дела вот здесь один и тот же пиксель чтобы найти его смещение мы знаем получается только ну только один пиксель знаем она только одна у нас только одно уравнение и два неизвестных соответственно эта задача у нас в общем случае для всего изображения не решается но она у нас решается непосредственно для некоторой малой области ну и какие конкретно области рассматриваете вы наверное догадались это те самые области в которых есть какие-либо особые точки и один из алгоритмов это алгоритм Лукаса Канады это как раз таки алгоритм который и позволяет нам найти вот этот вот пиксель который двигается значит у нас что есть вот это это по сути дела вот здесь в квадратных скобках написано уравнение оптического потока только для n точек вот это дельта и расписан на и x и y вот это получается для первой точки также то же самое для второй для третьей ну и так далее для n у нас получается здесь по сути дела n уравнений и два неизвестных откуда мы мощим то можем дальше опять таки идет математика вот здесь математика идет тут математика вот вот это вот у нас получается итоговое решение то что в красной рамке выделено этот вектор v который вектор перемещения вот здесь не надо он как раз таки вычисляется вот таким вот образом где матрица а это у нас матрица м мы ее несколько переписаем еще здесь мы когда рассматриваем пиксели мы получается рассматриваем окрестность вот этой особой точке и у нас есть каждому пикселю есть определенный весовой коэффициент как правило это гауссовское распределение и за счет этого у нас получается у каждого пикселя есть вес который он вносит ну и парочку комментариев к этому делу этот алгоритм хорошо работает для малых перемещений вот а если мы хотим отслеживать большие перемещения нам нужно использовать иерархический подход и иначе у нас получается смотреть есть исходное изображение мы делаем мы получается его уменьшаем в два раза этого изображения еще в два раза уменьшаем еще в два раза уменьшаем у нас получается что то что является большим перемещением для для большого для большого изображения для маленького изображения это малое перемещение И вот таким образом мы, в общем-то, обходим тот момент, то, что у нас, если есть какое-то большое перемещение. То есть мы один и тот же алгоритм, по сути дела, используем для одной и той же картинки, только разного разрешения. И, соответственно, в документации у нас также есть пример. Вот тут на оптический поток. Здесь в качестве особых точек мы берем с вами детектор Шитамаси. Это, в общем-то, примерно такой, он в своей логике имеет ту же математику, которая и в алгоритме Харриса, только там немножко по-другому вычисляется. Там мы делим с вами особые точки, когда мы вычисляем, мы можем там, получается, брать с вами определитель, потом плюс коэффициент, точнее, минус коэффициент умноженный на след матрицы. А здесь у нас определитель делится на след, и мы тем самым освобождаемся от этого коэффициента К. В общем, этот пример есть, даст также документации. Можно с ним подробнее разобраться. Не буду подробно на этом останавливаться. В общем, у нас здесь определяются случайные точки, точнее, случайный цвет, и он привязывается к какой-либо особой точке. И мы, получается, вот так обслеживаем. Вот, ну и через какое-то время у нас, вот видите, вот эта машина, она уже совсем, алгоритм ее не распознал. Потому что вот эти вот линии, которые вот здесь предварительно были до этого нарисованы, они, получается, нам сейчас мешают алгоритму отслеживать новые машины. Вот здесь как раз таки, да, мы создаем случайным цветом точку, которую будем рисовать в эту линию. Ну, а дальше тут вот эта функция, которая нам позволяет найти нужные нам точки, которые будут отслеживаться. Ну, а дальше опять-таки идет бесконечный цикл. Ну, и, в общем-то, все это дело рисует. Кому интересно, тот залезает в документацию. Продолжение следует...